Якутск отметил 385-летний юбилей. Во всех округах и пригородах столицы прошли праздничные мероприятия. Союз художников Якутии организовал открытый пленёр, где каждый желающий смог выразить свои мысли и чувства посредством живописи. Что ещё запомнилось в этот день горожанам в сюжете Сыргланы Фёдоровой. Жители и гости столицы прикоснулись к прекрасному. На открытом пленере «Золотая палитра» мастера живописи, члены Союза художников провели мастер-классы для участников. В этюдах участники отразили старый город, территорию церкви, природное и ландшафтное многообразие столицы. Каждый рисовал по-своему. Кто гуашью, кто маслом, кто карандашом. Сначала увидела в WhatsApp объявление, что организуется такой конкурс «Дню города» «Золотой планер». Захотела участвовать, всю свою семью пригласила. Сквер-матерь украсила инсталляция сердца. На аллее молодожёнов три молодые семьи посадили своё первое дерево, символизирующее семейное древо. Молодожёны открыли новую традицию – вешать на инсталляцию колокольчики на счастье. Большой гордостью хочу отметить, что во всём Дальневосточном федеральном округе, только в городе Якутске есть такая площадь, посвящённая матери, как дань уважения, любви и признания нашей маме. И дело чести сегодня каждого из нас, внести свой посильный вклад в дело благоустройства и озеленения данной площади. Для горожан День города – яркий, любимый праздник. Десятки различных мероприятий прошли на других площадках. Концерты везде. Мы были на площади Ленина. Там из города Кулбаса ансамбль выступает. И здесь вот тоже всё. Настроение поднимается. Столько здесь цветов красиво. Якутск занимает 63-е место по численности населения среди городов России. Сегодня в столице республики проживает 325 тысяч человек. Горожане вносят свой вклад, чтобы многонациональная столица стала центром предпринимательства и инноваций с комфортной городской средой и высоким качеством жизни. Харгалана Фёдорова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.